Доброго дня! Я из Украины и я рада вас видать на своем канале. Девчата, ну с самого начала скажу, что завтра у нас с вами отчетный день и я буду отчитываться перед вами в своем бесплатном мотивационном марафоне новая версия себя. Поэтому завтра, девчонки, готовимся и ждем. Девчата, я чуть не забыла, завтра же у меня будет отчет за две недели нахождения на курсе у диетолога Светланы Никитчук. И завтра мы с вами узнаем результат. Я еще не знаю, поэтому... Я считаю, что минус это 100% за две недели. А также хочу вам сказать, кто подписан на моего диетолога Светлана Никитчук в Инстаграм, сегодня будет у нее два дня, сегодня и завтра, бесплатный вебинар. Вперейдите, я оставлю ссылочку на Инстаграм Светланы. Обязательно, если вам будет интересно, послушайте. Светлана дает очень интересную информацию, я скажу больше, даже полезную. Очень, очень, очень. Я уверена, что она вам обязательно пригодится. Поэтому, если будет интересно, послушайте этот вебинар, тем более он бесплатный. Два дня. А сегодня я хочу с вами поделиться шикарным, просто шикарным рецептом шарлотки из овсянки с творогом. Девчата, это такая бомбическая бомба. Максимально сбалансировано, очень вкусно и полезно. Но перед тем, как я покажу вам рецепт шарлотки, я хочу поделиться еще с вами в очередной раз рецептом своего любимейшего овсяна блина. Я не побоюсь этого слова, на овсяна блинах я постройнела на свои еще только 48 килограммов. Потому что это такая универсальная модель, когда не надо заморачиваться. Когда ты утром встал, а у тебя нечего, да? Или ты не хочешь есть овсяную кашу, овсяна блин в помощь. Это максимально сбалансированный прием пищи. И вот вы сами увидите, я вот фактически разложила все по полочкам. Очень классно, очень классно его использовать для работающим людям. Потому что утром встал, обычно времени нет. В общем, очень хочу вам сказать, что очень важно спланировать свой рацион, чтобы не было вот утром, а что же взять поесть, что же взять или с собой на работу, или что позавтракать. Это очень классный такой лайфхак, можно сказать, когда ты с вечера спланировал, что ты будешь есть. Если еще пользуетесь счетчиком калорий, просчитал, рассчитал и вуаля, ты свободен, свободный в своем выборе. Так вот, на таком овсяно блине я постройнела на 48 килограммов. Я не побоюсь об этом кричать громко, потому что именно такие приемы пищи, они насыщают меня, мне очень вкусно. Мне очень нравится, что в овсяно блине можно использовать любую начинку. Можно курицу, можно рыбу, можно творог. У меня сегодня с сыром моцареллой. То есть, это настолько универсально, но в самом блине я его даже разобрала сегодня, скажем так, по частям. И вы увидите, насколько это сбалансированный будет прием пищи. Добавить туда еще немножечко белка и вуаля, как я говорю. Его также можно использовать и на обед, вместо обеда. На обед у меня сегодня будет шарлотка, вы тоже посмотрите, что это максимально сбалансированный прием. И сейчас уже где-то, ой, забыла свои часы. Сейчас уже около 4, я задержалась немножечко на работе. Но я вам хочу сказать, что вот я пообедала сегодня, у меня сегодня немножечко я сдвинула свой режим дня, скажем так. У меня завтрак был в 8, пообедала я в 12. Сейчас уже 4, и мне надо что-то поесть, и я не хочу. Вот хотите, верьте, хотите, нет, я не хочу. Вы посмотрите, какой у меня был обед, и я не уверена, что у меня сегодня будет ужин. Скорее всего, я ужин сегодня преднамеренно пропущу, потому что завтра отчет, потому что завтра взвешивание. А я себе поставила такую мини-цель прийти к 3 сентября к весу 87 килограмм. Мне осталось еще немножечко доползти до этого результата. Ну а что у меня получилось за неделю, вы узнаете завтра, потому что завтра будет отчет, и вас я подготовила к этому отчету, буду ждать. Если вы пользуетесь овсяно-блинами в своем режиме питания, обязательно мне об этом напишите. Ну и также, если вам понравится рецепт моей шарлотки с овсянкой и творогом, тоже об этом напишите, когда приготовите. А я уверена, что вы приготовите, потому что это вкусно и полезно. Стройнеем на овсяно-блинах и пирогах. Все, девчонки, не буду вас отвлекать, смотрите, и сразу же говорю смачно-о, потому что мы с вами стройнеем вкусно и полезно. Ну что, девчата, сейчас мы с вами приготовим классический овсяно-блин, на котором я постройнела, не побоюсь этого слова, на 48 килограммов. И, естественно, основа моего овсяно-блина это овсянка. Чем он мне нравится, это вам и первое, и второе, и десерт все вместе. Здесь и сложный углевод, здесь и белок, здесь и жиры. Все есть в этом моем блине. Поэтому давайте вместе приготовим. Я беру 3 столовые ложки овсяной крупы. Овсяная крупа у меня плющеная, желательно брать в долгой варке, потому что это намного полезнее и качественнее. Можно залить водичкой, пускай немножечко постоит, а можно просто сейчас проблендерить. Так, сюда я добавляю вот такая у меня получилась масса. Немножечко осталось здесь самой крупы. Если будет кофемолка, будет лучше. Значит, беру одно яйцо, вот, пожалуйста, белок, наш с вами белок. Все это перемешиваю и добавляю 50 мл воды. Можно добавить 50 мл молочка, можно добавить кефирчика, все, что у вас есть. Но я добавляю водичку. Сейчас это все перемешиваю. Сковородочка у меня уже разогревается. Девчата иногда говорят, что не получается, вся на блин не переворачивается. Но я бы посоветовала добавить немножечко, буквально 5 граммов оливкового масла, на котором будете жарить. У меня оливковое масло. Это как вариант. Скажу честно, у меня тоже они не всегда получаются. Я не понимаю, в чем причина, если честно. Поэтому можно добавить немножечко маселка. И сейчас сковородочка уже практически у меня разогрелась. Возможно, вы не накрываете крышечкой. Это тоже может дать, ну, скажем так, такой результат. Я накрываю еще и крышкой. И выливаю свой овсяноблинчик. И буду ждать, пока он у меня поджарится. При этом накрываю его крышечкой. Пока у меня жарится мой овсяноблин, я подготовлю начинку для своего овсяноблина. И вы поняли, что это будет сыр моцарелла. Моцареллы здесь 40 граммов. Колораж сегодняшнего завтрака я вам оставлю в закрепленном комментарии. И вот сейчас сделаю скриншотик. И вы все сами увидите, что это очень вкусный и полезный, максимально сбалансированный завтрак. Так, ну что, поднимаю крышечку и переворачиваю свой овсяноблинчик. Сверху добавляю сырочек. И все это снова накрываю крышкой, даю растаять сыр. Ну что, мой овсяноблин готов. В употребление. И, как я говорю, вуаля, овсяноблинчик готов. К своему овсяноблину я еще добавлю помидорчики. Вот таким вот образом. Сами будем складывать. Ну и такой последний штрих. Я добавлю смесь черного и белого кунжута. И, как я говорю, вуаля, мой завтрак готов. Вкусный и полезный завтрак. К этому завтраку я добавлю еще кофе-американа с молочком. И сделал дело, гуляй смело. Вот такой у меня сегодня, девчонки, завтрак. Ну что, девчонки, давайте приготовим шарлотку. Шарлотка будет из овсянки с добавлением творога. Творог я добавляю для того, чтобы снизить калорийность блюда. Это будет довольно-таки вкусно и полезно. Ну что, давайте готовить. Беру 4 яйца и вбиваю. И вбиваю. Добавлю немножечко соли. Буду взбивать. Для приготовления шарлотки я буду использовать плющеную овсянку. Можно было, конечно, купить овсяную или какую-то другую крупу. Но я буду делать максимально полезно. Конечно же, не быстрой варки. Нужно брать крупу, которая долгой варки. Это намного полезнее. Сейчас это все в блендере взобью. Перебью точнее и покажу вам. После недолгих манипуляций у меня получилась вот такая вот масса. Но в кофемолке было бы, конечно, она еще мельче. Но мне достаточно. Так, к яйцу я добавляю творог. Вы заметили, что я не добавляю никаких сахарозаменителей. Я вам говорила, что сахар я нахожу уже в ягодах и фруктах. Так, сейчас подготовлю яблочки. Порежу их меленько. Ну что, вот таким вот образом я порезала яблочки. Добавляю сюда несколько капелек ванильки. Добавляю сюда яблочки. Также беру чайную ложку, такую с горочкой хорошую, разрыхлителя. У меня есть вот такая шикарная форма для кекса. И выкладываю. Так, моя шарлотка вся уже в форме. И теперь выкладываю яблочко. Духовка у меня разогрета уже на 180 градусов. Сколько мне понадобилось времени, я вам сейчас расскажу, когда уже приготовится наша с вами шарлотка из овсянки с творогом. И вуаля! Вот такая красота у нас с вами получилась. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok